Новая лаборатория Генезис. Хард режим. Теперь можно пройти без оружия Генезис. И в этом видео мы продолжаем. Сектор А2. Погнали! Всем огромный привет! С вами Харди и мы продолжаем выживать в Лаздэй. Если ты не видел первую часть, обязательно ее посмотри. Что мы с тобой выяснили? Если есть золото, чтобы выбирать усиление, лаборатория Генезис проходится легко. Нет бабла, чтобы задонатить? Не проблема. Ребята из Денверк помогут. Заработок на отзывах от 200 рублей в день. Пишешь отзыв, получаешь свои деньги. Все очень просто и быстро, а еще легально. Не веришь? Я сам уже пробовал и это реальный доход. Ссылка на сервис Денверк в описании видео. Что еще мы выяснили? Кровотечение не работает. Поджигание не работает. Никакой периодический урон в хард режиме не работает. А вот что есть смысл выбирать? Это скилл Чума. Зомби больше не могут лечиться. Не действует на боссов. Я обещал тебе в первой части показать этот волшебный скилл. Чума. И что? Ну и все. А вот он и лампир, Вася. Сейчас эти пацаны себя быстро накажут, да? Ай, восторг, еб. А зачем я ближнее оружие вообще беру? Слушай, я не знаю. Просто так? Ну как-то привычка, да? Что так комфортнее и все такое. Что мы с оружием мы можем защищаться. Обрати внимание. Ты видишь? Ядовитый плевун перестал лечиться. Чума это чума. Почему я рекомендую этот скилл брать именно начиная с этого этажа? Потому что тут есть эти плевуны. И это капец. Ну и ну и. Этот скилл по-любому тебе потребуется. В секторах Б1 и Б2. Потому что там вообще сплошь и рядом одни эти сосущие организмы. Вампиры, еб. У меня был добитый комплект спецвойств, как ты уже понял. Вот такой вот мельч половины, значит. Ну короче, в сумме у нас даже двух комплектов брони нет на руках, да? Посмотрим затраты какие. Повторюсь, ближний бой оружия я беру просто... Не знаю, еб. Ну просто чтобы был. А вот если чтобы не просто был. Бери мясницкий нож. Ну да, он отнимает всего по единичке. Но отнимает же. Ну и как-то это, как сказать. Ну типа ты активно, да, что-то делаешь. Блин. Ой, видишь, да, затыкал по единичке остатки хп. Я не знаю, надо ли вообще брать оружие. По идее, еб, можно и вот так вот, да? О, кстати. Хороший вариант. Проходим лещами. Еб. Где это видано? Где это слыхано? Генезис, лабораторию. Хард режим. Проходить лещами. Ну это факт. Это факт. Это реальность. И неплохо так проходим, да? О, опять вампир, да, негодяйский? Нет, такая пляска с ним была бы, если бы он хп отъедал. Вот это сложный момент. Вот это сложный момент. Подревник. Вот на него я рекомендую тебе все-таки брать генезис. Да, мы можем. Мы уже выяснили, что мы можем без генезис оружия. Ну, видишь, в чем проблема? В чем? Блин, вот эти пацаны прям вообще, короче, хорошо убивают. Ой-ой-ой. Ха-ха-ха-ха, блин. Ну, как бы да, они себя убьют. Ну, елы-палы, слушай. В секторе А1 плевуны, которые ломают броню. Их лучше убивать в генезис оружием, да? И будет тебе офигенская зачистка. Ну и здесь, собственно, подрывнички, именно вот эти вот гибриды, да? Ты можешь, в принципе, каким-нибудь обычным огнестрелом стрелять. Главное, не делай, как я тебе сейчас показываю. Потому что это достаточно затратно, слушай. Прям вообще. Не очень, короче. Получи, 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 негодяй. Получи, получи. Слушай, мне кажется, класс вообще. Ну, как бы я бесконечно могу восхищаться, да? Подобным прохождением. Потому что когда-то мне требовалось около месяца, чтобы подготовиться к одной зачистке лаборатории генезис. Сейчас ты можешь бомбить их, как сумасшедший. Тебе надо только лечение и броня. Лечение и броня достается куда легче, чем огнестрел генезис. Давай, друг. Еще раз, Улю. Красавчик, еще разик. Ну давай, ты можешь больше. Маленточки. Вот так, молодец. Че теперь, че теперь, че теперь. Обрати внимание. Мы почти прошли сектор А2. Только один комплект брони потратил. Спецвойск в самом начале перемотай. Он был разваленный. Вот этот, одна третья была брони. Ну, чуть больше одного комплекта потратил, да, грубо говоря. Из лечения я тебе рекомендую бинтики брать. Потому что вот эти аптеки, их по-хорошему надо юзать, когда остается 20 хп. Слушай, если дожидаться 20 хп, блин, будешь падать, короче. Поэтому бинты идеально просто. Вот. И раз. И два. Оу, и опустина. Об воздух споткнулся. Ну, выглядит как будто, да, они об воздух споткаются. В общем, смотри, бинты я рекомендую, не аптеки. Аптеки не очень удобно. Прям вообще неудобно. Отходим от блевотины. А-а-а, пацаны, я прям зеваю, какие вы скучные, ребята. Да давай ты уже. Де! Де! Ха-ха-ха-ха, грязь. Это просто безумие. Если вот эта блевотина в тебя попадает, да, ничего страшного, ничего не ломает броню. Опасные только застранцы именно в секторе А1 в самом начале. Слушай, ну мы по единичке, да? Я даже не знаю, сколько мы успеваем отнять. ХП-15 успеваем, да? Поэтому как вариант, чтобы не зря стоять. Блин, вот это иногда подбешивает, когда он сильно много орёт. Он долгий, короче, да? Красавчик, ну чуть-чуть ещё. Вот так, умница. Дочка, садись пять. Хочу тебе напомнить. Это хард-режим, ёлки-палки. Какой тот самый, который раньше было невозможно без стволов Генезис проходить. Мы проходим с тобой лещами, блин. Так, у меня броня ломается. Если я без брони, я без оружия, ты понял, да? То есть, то есть. Никакой отдачи не будет. Походу я сейчас домой полечу. Ну что, давай полетим, да? Чё нам кабанам? Ну, сколько мы потратили? Полтора комплекта брони, ёлки-палки. Ну, и если уж мы дома, давай возьмём рыбный рецепт. Окунь, карп и лосось. Я уже их наизусть запомнил. Оу, рыбная ассорти, плюс 10 брони. Хе-хей! Броня увеличена! И сколько в результате? Сорок четыре, ёлки! А максималка? Капец какой-то. Держите меня семеро. Пятьдесят восемь с одной тычки. Как же еды себе будут бить? Ну, блин, ну чё, серьёзно, ребят? Ну, я не хотела я так. Ха-ха-ха-ха-ха, какая боль. Так, чё у нас брони? Вот блинчики! Ха-ха-ха! Всё, рыба уже спала. Очень, очень мало действует. А вот на заправке, да... На заправке четыре часа просто баф держится. Бегу-бегу! Бегу! Стою! Стою, ёпт, не шевелюсь. Пацаны, вам пора, ёпт. Ну, ладно, так тоже хорошо, да? По сорок восемь тоже много. Блин, ну пиздесят урона сами себе бьют. Ну, это вообще... Вообще дикость. Блин, сорок восемь-то ты посмотри, какая грязь. Вообще, блин, просто уничтожают себя. Нам урона меньше проходит, а они себя быстрее убивают. А вот тот самый босс. На него не действуют эти скиллы. Не действуют на боссов, шипы. Чума не действует на боссов. Поэтому я тебе и показал этот ящик за ключ карты А. Вот тебе оружие для того, чтобы убивать боссов. Это очень легко, это нормал режим, ёлы-палы. Ничего в нём сложного нет. Поехали. На этом мужчине главное не стесняйся. Давай я вот этот комплект сниму. Не у всех будет, да? На этом мужчине не стесняйся лечиться и всё будет хорошо. Ну и ну и, да? У него файтеллоти есть. Смотри, вот я вот так вот довожу примерно до 960. А дальше юзаем файтеллоти. Понял, да? Следующая цифра. 600 с копеечкой. Так же само поступаю. Вот даже чуть-чуть перебрал. Есть тебе интересная точная цифра? 636, если я не ошибаюсь. 936. После этой цифры, да, он взрывается. И 335, что ли? Чё такое? Ну это изи. Вот так это делается, да? И ещё смотри. Провода. Видишь, они искрят. Когда они искрят, ты получаешь доп. урон. В этой ситуации лучше рядом с ним стой. Чтобы только вот на эти искры не встать. Оп. Какие искры? Вот сюда, посмотри. Вот я прям сейчас встану на эту ерунду. Ну чё? Как? Одного огнестрела достаточно. Два генезиса хватит, чтобы убить босса. И комфортно, комфортно пройти сектор А2 и А1. Убиваем только плевунов, которые ломают нам броню. Примерно 5 комплектов брони. Может 6. И ты хард режим. Проходишь без стволов генезис. Раньше для этого надо было от 16 и выше стволов генезис. Друзья, с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если понравился, конечно же, оцени лайком. Ты ещё не со мной? Тогда подписывайся на канал на Ютубе. На Рутубе. Яндекс.Зен и ВК. Смотри там, где тебе удобно. Приходи на стримы, которые проходят каждый день. На площадках ВК, Плей, Трова и Ютуб. Ну и, конечно же, не забывай про наш Телеграм-канал, где живое общение. Чат 24 часа в сутки. Анонсы всех роликов, стримов, розыгрышей, новости по играм, в которые мы играем. В общем, ничего не пропустишь. Удачи тебе в лаборатории. Пока-пока.